Всем привет! С вами Поляк, клуб игроков GTA San Andreas и это прохождение дополнительного задания по собиранию 50 подков в Лас-Вентурасе. Для более удобного прохождения советую взять реактивный ранец, он же Jetpack, который после миссии Green Go будет находиться всегда на заброшенном аэродроме. В собирании подков нам поможет вот такая карта. Итак, полетели! Первое место многие знают, это знаменитое приветствие на въезде в Лас-Вентурас, которая скопирована с такого же постамента только в Лас-Вегасе в США. Именно здесь мы возьмем первую подкову. Вот он эта надпись Welcome to Лас-Вентурас. И первая подкова в нашей копилке. Вторая находится совсем рядом. практически в доме. На самом деле прямо у его входа. И ограбив хозяина этого жилья, мы летим уже дальше. Так как совсем рядом есть еще одна, уже третья подкова. Это в гольф-клубе. Далее нужно заглянуть в бассейн, который тоже тут достаточно близко. И как вы можете заметить, за каждую собранную подкову Карлу в кошелек кладется еще 100 долларов. Таким образом, за 50 подков мы собираем 5000 долларов. Но, естественно, это не все, что мы получим по прохождению. Я вам также еще об этом расскажу, но, понятное дело, попозже. Вот здесь достаточно компактно. Располагается аж две подковы. В принципе, недалеко и третья. В общем счете, восьмая. Это на самом верху вот этого здания. Но подковы – это не единственное, что здесь можно найти. Здесь также есть и парашют. По-моему, даже что-то еще было, но это надо тоже здесь полетать. А мы тем временем летим дальше. И вот тут скромненько спрятана еще одна наша цель. И совсем рядом на крыше здания уже десятая по счету. Достаточно быстро, я думаю, вы согласитесь. Затем прямо по курсу подкова номер одиннадцать. И вот тут также еще одна. Но ее, конечно, надо еще найти. Вот тут есть еще. И так далее. И так далее. И вот тут уже подкомненьше на крайнем месте. Здесь есть и нормальная штука. И вот тут все движение. И вот тут я показываю. И вот тут я еще и посмотри на меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Многие подковы, как видите, просто скрываются за заборами, в каких-то зданиях, просто лежат в закоулках Поэтому, по сути, если просто побегать по городу, то... Можно обнаружить львиную долю спрятанных, раскиданных подков Но, конечно, есть и более затруднительные места Вы их еще увидите А иногда подковы просто хранятся на самом-самом верху каких-либо зданий На которые заглянуть обычно игроки не думают, потому что в этом, казалось бы, нет никакого смысла Помимо прочего, вот здесь можно найти броню Иногда для выполнения каких-либо заданий это может быть полезно И в аэропорту уже вот вторая подкова И тут же мы найдем и третью В общем счете уже двадцать первая Думаю, если проходить это на вертолете, то дозаймет больше времени И будет задержать в себе больше неудобных моментов Теперь у нас на очереди Грингласский колледж Достаточно известное место Особенно по тому факту, что это одна из нескольких точек Отметен на карте, которая висит у Майка Торена и в таверне Лилл Проб Здесь хранится одна из подков Рядом из кладов, как видите, есть двадцать третья подкова И вот здесь еще одна Как бы таким образом мы обокрали эти склады Забрали все, что в них можно было забрать И теперь то же самое провернем вот с этой странного вида церковью И тут мы находим двадцать пятую подкову Ровно половину всего того, что нам надо было собрать Далее движемся в сторону моста И под ним также находим небольшой подарок Думаю, мало кто думал сюда заглядывать И не каждый решит, что разработчики додумаются сюда что-то класть Но тем не менее Теперь надо посетить вот эти жилые районы с одноэтажными домами Где мы найдем еще две цели Причем одна из них как бы выброшена Видите, ее сложили в мусорный бак Так что в данном случае СиДжей Исполняет роль Такого бомжа, который Лазает по закоулкам и собирает Все подряд Теперь залетаем На один из уровней казино 4 дракона Подбираем еще одну подкову Здесь также можно найти АК-47 Если полетать с другой стороны И еще выше находится снайперская винтовка Так что собираясь на какое-либо задание Если у вас есть летательное средство То можно вооружиться в одном только этом месте А также рядом найти броню Думаю многие знают Она находится через дорогу В маленькой арке Также мы обокрали Этот объект под названием Камелот Если не ошибаюсь И теперь посещаем уже вторую За сегодня церковь Вообще это достаточно интересно Потому что Сиджею для того чтобы найти все эти подковы Приходится посетить очень много различных мест Совершенно разных А вот тут тоже достаточно занимательное место Как видите обычный казалось бы балкон Но на самом деле это текстурная дыра И вот здесь я бы хотел сделать небольшое отступление И спросить хотели бы вы видеть видео на тему текстурных дыр Я бы показал достаточно большое количество Так как играю в эту игру давно И у меня в принципе есть что показать Но только если это имеет смысл Если же вы действительно этим заинтересованы То напишите пожалуйста в комментарии об этом Я все почитаю На все отвечу И если запрос на такое видео будет То я обязательно его сделаю А теперь вернемся к нашим подковам Кстати говоря одну я сейчас пропустил Давайте за ней слетаем Находится она опять на складах И вновь на помойке Как вы могли заметить Видео иногда притормаживает Это действительно такое и есть И тут конечно Я хочу извиниться за такие погрешности В работе моего компьютера Но что я могу на данном этапе с этим сделать Так теперь нам нужна уже 37-я подкова Большая часть позади Здесь нас интересует парковка Которую мы видим впереди И можем смело залетать на серединный этаж Где хранится то что нам так необходимо сегодня Далее слетаем к пиратскому кораблю Но не совсем к нему А к черепу Который находится справа Ведь именно он Хранит около себя Еще одно Небольшое богатство Далее метаемся к Забавному Сооружению В стиле Такого клоунского шатра Какого-то цирка А от него Опять с таким зигзагом Получается Мы куда-сюда Скачем через дорогу Нам нужно вот сюда В этот водопад Где уже подкова номер 40 Осталось всего 10 штук И эту финальную десятку Открывает вот эта подкова Интриметно спрятанная За зданием Далее летим прямо Находим еще одну Еще одну подкову А затем Следует посетить Вот такое торговое сооружение В какой-то степени В китайском стиле Где тоже Есть еще одна подкова Знаете Я вот летаю по этим местам И смотря на некоторые из них Складывается впечатление Что в одиночку Я почти никогда бы Не смог Найти все подковы Потому что Ну так уж они запрятаны Что действительно Действительно довольно Очень уж как сказать сложно Это будет игрокам Хотя я помню что Я находил Игра когда-то Можно сказать Без карт Когда я ни разу в них не заглядывал Это было для меня принципиально важно Я собственно как и граффити Как и снимки Нашел почти все То есть оставалось буквально Пара мест Хотя нет Даже с подковами Я не нашел всего одно место Но как мне удавалось Находить некоторые Я если честно Не могу сейчас уже даже Представить и вспомнить Как это было Например Только что мы собрали На плакате И Ну каким боком Я должен был туда забраться Это непонятно Думаю Очень многие Подковы Снимки Граффити Люди находят Вообще случайно А мы тем временем Собрали уже аж 46 штук Вот здесь можно найти Еще одну Тоже спрятанную Прямо у буквы С Вряд ли это является Каким-то намеком Типа Сан Андреас Или может Что-то другое Но Все равно Можно это запомнить Вот далее Держим путь На известный Rock Hotel А именно Бассейн И здесь 48 подкова Далее Через дорогу Перемещаемся К большому Торговому Зданию И за ним Валяется Очередной Подарок Который мы Забираем И таким образом Приближаемся Уже вплотную К выполнению Всего этого Задания И здесь уже Нас Привлекает Вот этот Склад Не склад Даже Целая территория Целая территория Имеющая Определенную Инфраструктуру Военного Характера Вот И Многие знают Это Место Так как Оно фигурирует В одной из миссий И именно здесь Мы встречаем Финал Припаркуем Свой джетпак И посмотрим Что же мы Получили Во первых Это как и Случай С собиранием Снимков Это 100 тысяч Долларов Ну помимо Тех 5 тысяч Которые мы Собрали За каждую Подкову Отдельно Также У входа В казино 4 дракона С которой Нас долгое время Будут связывать Различные Миссии Мы Можем найти МП5 Или СМГ Штурмовую Витовку М4 Боевой Дробовик Достаточно Редкое Оружие И Взрывные Пакеты Тоже Бывают Достаточно Интересные И полезные В общем Бонус Чудесный И Я думаю Подковы Стоили Того Чтобы их Собрать Вот Ну и Конечно Есть еще Такая вещь Как процент В прохождении Это мы Также получаем И за устрица И за граффити К сожалению Я забыл упомянуть Об этом видео Но я думаю Наверное Это все И так понимают Но Есть еще Одна вещь А именно В статистике Мы можем Посмотреть Теперь После того Как мы Собрали все Подковы Мы Имеем Ну В количестве Тысячи Единиц Удачу То есть Это будет Очень и очень Полезно В том случае Когда мы Играем В казино Так что Играйте Выигрывайте Проходите С вами был Поляк До встречи В следующем Видео Продолжение следует Продолжение следует